Здравствуйте! Сегодня наша программа посвящена музыке. Музыки разные, фолку, джазу, классики и тому, какое влияние музыка оказывает на жизнь не только отдельного человека, но и целого поколения и даже целой страны. Музыка Конечно, очень великое искушение сыграть на этом замечательном инструменте, но меня останавливает не только то, что нет ни специального образования, ни опыта, но и нет специальной обуви, которая необходима каждому органисту. Гордость Карелии, большой концертный орган германской фирмы Беккерет, нужно увидеть и услышать в Дворце искусств Кондопоги. Представляете, в городе, где проживает всего 30 тысяч жителей, один из самых больших и лучших органов России. Много ли таких органов в России сейчас? Если в 2002 году это был второй по масштабу, наверное, да, то сейчас он какой по счету? Сейчас он шестой по величине. Что нас опережает? Ну вот сейчас построили, буквально будут открывать 29 февраля большой орган в филармонии Зарядье, это в Москве. И вот этот орган, так скажем, сместил нас с пятого места на шестое. Но мы пока в десятке самых больших инструментов, и поэтому пока это еще очень, я думаю, долго будет на таком уровне. А большие органы, вот если так перечислить их, самые большие, самые большие в Калининграде, в соборе. В Карелии этот экзотический зарубежный гость появился благодаря человеку, много сделавшему для города бумажников, Виталию Федермессеру. Для Дворца искусств в начале 2000-х были приобретены большой концертный и малый барочный органы. Почти сразу Кондапека превратилась в один из значимых центров органной музыки в стране. Здесь и сейчас удовольствием выступают ведущие органисты России и Европы и восходящие звезды. Как же устроен орган? Завесу тайны приоткроет единственный в Карелии мастер-настройщик органов Сергей Горохолинский. Сергей – уникальный специалист, каких в России можно пересчитать по пальцам. Приехал в Кондапгу в 2000 году из Хабаровска. Можно сказать, крестный отец Кондапурского органа. С самого рождения инструмента с ним. Если крупные органы можно пересчитать на пальцах одной руки, то мастеров, которые их налаживают, так же мало? Мастеров, конечно, тоже можно посчитать, только, наверное, уже не одной руки. Мастеров тоже – это очень редкая профессия. По объему орган занимает десятки кубометров пространства. Во Дворце искусства его устройства расположены на двух этажах и в подвале. Вместе с Сергеем мы все это увидим. Видимая часть органа, где сидит музыкант, называется пульт. Вот. Высота скамьи варьируется по росту. Ширина позволяет дотянуться до любой ручки, до каждой клавиши. Зрители обычно видят только спину органиста. А нам удалось увидеть, как работают руки. И обратите внимание, ноги музыканта обуваются органисты, как танцоры в легкие туфли на небольшом каблуке. И весь концерт как будто танцуют. Представьте, какая нужна тренированность и координация движений. Не дай бог сесть за орган в уличной обуви. Король инструментов любит чистоту. У органа несколько ручных клавиатур и педальные ножнаи, а также сотни регистров. Часть труб как бы обрамляют сцену с двух сторон. Их можно увидеть. Большинство же скрыто от глаз зрителей. За специальными перегородками, в глубине сцены, на ярусе. Но наши уши и сердце улавливают, издавая на имя звуки. Пыль – один из главных врагов органа. Если ее накопится много, говорят, изменится голос инструмента. Поэтому в святая святых допускают только специалистов. Вы думаете, что главное в органе – пульт или трубы? Ошибаетесь. Самое главное – вот эта невзрачная, на первый взгляд, деталь. Воздух в каждом органе сегодня рождается, начиная с мотора. Вот здесь установлен мотор. Кто-то называет даже сердце органа. Это малошумящий вентилятор, который затем надувает мех. Мех во время игры постоянно движется, поскольку он является таким запасающим воздух элементом. И он постоянно этот воздух отдает в орган. Есть листья? Какая комфортная для органа? Вот не поверите, сейчас очень хорошие показатели. 21 градус – это хорошая температура, причем для людей в том числе. И 41% влажности – это, конечно, меньше, чем 50. 50 – это вообще, можно сказать, идеально. Но все-таки это неплохо для зимы, потому что зима очень сухая. Сложное строение позволяет органу иметь огромный диапазон звучания по высоте и тембру и обладать богатством звуковых эффектов. Орган может имитировать игру других инструментов, поэтому его нередко приравнивают к симфоническому оркестру. Гость нашей сегодняшней программы – один из самых известных в России исполнителей органной музыки – Даниэль Зарецкий. Каждый орган – он особенный. И для того, чтобы выступать с определенным инструментом, надо его хорошо знать. Вы знаете все органы, которые есть в России? Очень такой большой список гастролей по стране. Почти все, да. Еще, скажем, со времен даже Советского Союза устанавливавшихся. Ну, 90% – да, могу похвастаться. А вот этот инструмент в Кондопаке, какой у него характер? Ну, у него характер свой. Потому что у каждого органа характер свой, хотя бы потому, что нет двух одинаковых органов. Каждый орган строится под конкретные помещения, под конкретный зал. Зависит от его размеров, акустики. И так получилось, что в 2000 году я имел отношение к установке этого органа. Я входил в комиссию по приемке. Важно то, что это действительно современный универсальный инструмент, на котором можно играть любую практически музыку органную. Расскажите, как в жизни обычного советского мальчика вошел такой идеологический неправильный инструмент, чуждый, как орган? Ну, вошел очень традиционно. Я уже, наверное, рассказывал не один раз эту историю о том, как меня привезли родители в Домский собор Риги. Время совсем другое. Страна одна. Приезжая в Ригу, нельзя не сходить в Домский собор, и нельзя не сходить на органный концерт. Но на меня это как-то особое впечатление произвело. Скорее даже, как какое-то инженерное и техническое сооружение, такое сложное и гигантское. Это, в общем, и до сих пор один из самых больших органов в мире. На то время, наверное, прямо в пятерке был крупнейших органов. Но дело даже не в величине, конечно, а в том, что это знаменитый исторический и романтический инструмент XIX века. Одно из лучших на тот момент немецких фирм. И акустика Рижского Домского собора славится тем, что она и не слишком большая, и не слишком маленькая. То есть то, что оптимально нужно для органа. И вот как-то все это произвело неизгладимое впечатление. Была закуплена пачка виниловых тогда еще пластинок. И через какое-то время уже их нельзя было слушать. Они были, как тогда говорили, запилены. Уже иголка просто вот так по ним ездила. Ну вот. И через много-много лет уже в 92-м году я впервые там сыграл концерт. На ваш взгляд, сейчас в нашей стране изменилось отношение к органной музыке? Со стороны зрителей, мне кажется, оно не меняется в хорошем смысле. То есть у нас по-прежнему полные залы. И полно людей, интересующихся этим инструментом, музыкой, прежде всего, органом. Что касается новых наших молодых талантов, кадров, то ситуация разительно отличается от того, что было в 80-х, 90-х и даже в 2000-х. Потому что у нас все-таки в наших учебных заведениях возможности стали значительно лучше. И вообще органов стало значительно больше. Как часто мы невнимательны к деталям. Например, не обращаем внимания на памятные таблички на фасадах зданий. А ведь за каждой из них чья-то жизнь, чья-то судьба, чья-то история. Например, в этом доме в середине прошлого века жил удивительный человек – Леопольд Теплицкий. Вы знаете, кто такой Леопольд Теплицкий? Нет. А слышали когда-нибудь это имя? Нет. Не слышал, такого не знаю. К сожалению, нет. Наряду с Карлом Раутио, Гельмером Синихсалой и Виктором Гудковым, Леопольд Теплицкий принадлежал к могучей кучке отцов-основателей профессионального музыкального искусства Карелии. Он был талантливым музыкантом и композитором. Преподавал в Петросаводском музыкальном училище. При его активном участии создавался национальный ансамбль «Кандали». Но прежде всего Теплицкий известен как один из организаторов и первый дирижер Карельского симфонического оркестра. Только личным характером, только личными умениями, только личными силами люди, подобные ему, смогли это все сохранить, передать дальше. Леопольд Теплицкий с отличием закончил Ленинградскую консерваторию. Был неутомим в работе. И от музыкантов симфонического оркестра Карельского радиокомитета также требовал полной самоотдачи. В библиотеке филармонии сохранились ноты музыкальных произведений, которые они исполняли в 30-е годы, с личной печатью маэстро Теплицкого. Здесь у вертюра зубы прекрасная галатея. Мы ее на моем веку здесь не играли никогда. Но судя по программкам, которые до нас дошли и остались в архивах, мы играли практически все. Симфонии Чаковского, Моцарта, Бетховена, у вертюры разные. То есть даже иногда смотришь на афишу тех концертов, и думаешь, господи, а как же они тогда это играли? Признание, слава, успех, кажется, всегда сопутствовали Леопольду Теплицкому. Конечно, благодаря таланту и невероятной самоотдаче. Но были в его жизни и драматические повороты. В Карелию впервые маэстро попал в 1930-м и провел три года на строительстве Беломор-канала. Его осудили по 58-й шпионской статье «За любовь к джазу». В начале 20-х Теплицкий активно работал на музыкальной озвучке немых фильмов в Ленинграде и был направлен правительством в Соединенные Штаты изучать популярную киномузыку и входящую в моду джаз. Вернулся через год с чернокожей солисткой, создал первый в России концертный джаз-бенд и попал в Соловецкий лагерь. За несколько лет у Советской России разладились отношения со Штатами и изменилось отношение к джазу. Вместо музыки бедных его стали называть музыкой толстых. Он привез очень много нот, он много привез пластинок, он был очень вдохотворен этим всем. И, конечно, вот эта вся энергия, если бы она развилась, то, ну, это в нашей стране, я так думаю, просто джаз процветал бы сейчас. Да, впервые джаз через какие-нибудь 50 лет, через последователей. Но, к сожалению, этот толчок обрубили на корню. С тех пор Теплицкий больше никогда не играл джаз на сцене. Но в кругу близких, друзья говорят, музицировал. И, возможно, ловил популярные иностранные мелодии с помощью радиоприемника. Он действительно качественный, качественный. Сложность была только в том, что он громадский. И то, что первоначально в нем, конечно, американские были взяты за основу все детали. И заменять их советскими невозможно было. Такие ламповые радиоприемники считались лучшей довоенной продукцией Воронежского завода «Электросигнал». Были выпущены ограниченные серии, стоили дорого. Можно только догадываться, какими трудами и средствами Леопольду Теплицкому удалось его приобрести. А всего через пару лет предстояло расстаться. С началом войны правительство конфисковало все радиооборудование у частных лиц, чтобы ограничить информацию и не допустить панику. Он не поленился, он прикрепил дощечку со своей фамилией, своими инициалами и принес в радиокометерство. Все радиоприемники погрузили на барс. На одну из трех барс, вторая как раз барс была, которую Фина разбомбил. Все радиоприемники ушли на дно. Но когда в 1945 году, может быть, в конце 1944-го, Теплицкий вернулся из эвакуации, ему позвонили из радиокомитета. И сказали, что его приемник стоит там, может изобрать его. Я думаю, что они его оставили, потому что он очень хороший. Где провел военные годы приемник Теплицкого, можно только догадываться. Но затем он еще долгое время служил своему владельцу. А после его ухода попал в фонды Национального музея Карелии. Интерес к джазу в России вернулся в годы отепели, а затем в годы перестройки. Видимо, в музыке, где многое строится на импровизации, слишком силен дух свободы. В Петрозаводске прошел фестиваль современной народной музыки «Деда Фест». Территория культуры побывала на этом празднике жизни, зарядилась мощной энергией фолка и задалась вопросом, почему же музыки, которая доставляет всем столько удовольствия, стало так мало в нашей жизни? Куда уехал фолк? Запускай! Это Деда Фест. Это Деда Фест. Это Деда Фест. Это Деда Фест. Фестиваль Деда Фест назван так в памяти основным дедушке карельского фолка, музыканте, продюсере и телеведущим Александре Бакадорове. В 80-е Александр вдохнул новую жизнь в ансамбле Кантеля. В 90-е стал одним из основателей первой в Карелии фолкгруппой «Мюллерит» по-русски «Мельники». В начале 2000-х стоял у руля знаменитых карельских фолкмарафонов, гремевших на всю Россию. С 2013 года друзья дедушки Мюллерит Кантеля и Карельская государственная филармония продолжили его дело новым фестивалем и по-прежнему собирают поклонников фолк-музыки. В память о Саше именно с огромным удовольствием приезжаем сюда. Конечно, но он не умеет. Очень красиво, очень колоритно и очень сожигательно. И для молодежи самое то. А весело. Ну и хочется танцевать. Это решает настроение позитивное. Мы надеемся, когда-нибудь в будущем обязательно уже выступить на большой тоже сцене. Хотя бы раз в два года мы можем собраться, чтобы под ту веселую, неунывающую музыку создать ту атмосферу. Тех вот двухтысячных начала, когда были фолк-марафоны, когда мы с Мюри сжигали в то время вместе все весело. И спасибо вам всем за то, что вы пришли, чтобы эту атмосферу поддержать. А можно даже ее создать, поскольку, говорят, не хватает жизни, что-то такого живого, веселого, теплого. Это же был всенародный праздник. То есть мы за. Давайте продвигать нашу культуру. Это простая, доступная музыка для всех слоев населения. Немножко все поменялось. Молодежь сейчас, не сказать, что другая, она просто интересуется другой музыкой. И цифровое, как сказать, обладание все большими гаджетами, оно упрощает во многих вещах жизни людей. И, соответственно, музыка, которой стали заниматься, она остается все более, может, примитивной, что ли, так сказать. И меньше стало увлекаться фольклором, меньше стало, может, увлекаться какими-то живыми концертами. Сейчас в России происходит с клубом музыки. Вы наверняка часто бываете на фестивалях, в каких-то выступлениях. Очень трудно коллективам. Негде играть, я вам скажу честно. Вот. А еще раз большое уважение государственной филармонии вашей, которая дает нам возможность здесь сыграть в нормальном, хорошем концертном зале. Территория культуры тоже за фолк. Надеемся, что в ближайшем будущем он снова станет брендом Карелии. В наши дни у каждого человека есть полная свобода музыкального выбора. Слушайте народную музыку и великих классиков. Увлекайтесь фолком и джазом. Чувствуйте, мыслите. Увидимся через неделю на территории культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова